Голосование проходило по местным выборам на 10 счетных участках, по выборам кандидатов в Архангельское областное собрание депутатов. Выборы проходили на 6 счетных комиссиях. Расположены они были как в городе, так и в микрорайоне ДОК и поселке Вочегодский. По итогам предварительного голосования в Архангельское областное собрание депутатов, голоса распределились следующим образом. Первое место с результатом 496 голосов занял действующий областной депутат Михаил Палкин. Следом идет также действующий региональный парламентарий Николай Тараканов. У него 463 голоса. Далее действующий областной депутат Василий Бреховских. 377 голосов. На четвертой позиции заместитель директора молодежного центра Анна Пушкина. У нее 142 голоса. И общественник Алексей Субботин. 137 голосов. Данные кандидатуры будут распределены в рейтинговом соотношении таблицы. И эти кандидатуры будут согласовываться на Архангельской региональной конференции для выдвижения на выборы 9 сентября. По итогам предварительного голосования в городское собрание депутатов по одномандатным избирательным округам от Котловского городского местного отделения партии «Единая Россия» определились следующие кандидаты. По округу номер один лидирует действующий городской депутат Анатолий Арсеев. По округу номер два также действующий народный избранник МО «Котлос» Игорь Сосновский. Округ номер три. Председатель ТОС номер одиннадцать Адмирал Дмитрий Рогачевский. Округ номер четыре. Председатель ТСЖ Ленина двенадцать Светлана Малишевская. Округ номер пять. Директор по КТС Степан Слотин. Округ номер шесть. Действующий областной депутат Василий Бреховских. Округ номер семь. Бухгалтер ИРЦ Ольга Необердина. Округ номер восемь. Начальник РУ Эдуард Бресель. Округ номер девять. Помощник депутата городского собрания депутатов Наталья Морозова. Округ номер десять. Заведующий заочным отделением Котлосского транспортного техникума Александр Ганджа. Данные кандидаты будут выдвигаться от партии «Единая Россия» на выборы в собрания депутатов МО «Котлос» 9 сентября. В десятку лидеров по единому избирательному списку вошли следующие кандидаты. Заведующий отделом внешних и общественных связей городской администрации Денис Гурьев. У него восемьсот сорок пять голосов. Действующий городской депутат Галина Лиханова. Семьсот девяносто три голоса. Также действующий народный избранник МО «Котлос» Анатолий Арсеев. Семьсот пятьдесят девять голосов. Председатель Саровичегодской территориальной профсоюзной организации ОАО РЖД Олег Новоселов. Семьсот тридцать восемь голосов. Действующий региональный парламентарий Василий Бреховских. Семьсот двадцать два голоса. Председатель городского совета ветеранов Владимир Лукьянов. Четыреста десять голосов. Председатель городской организации профсоюза работников образования Ольга Василенко. Четыреста два голоса. Предприниматель Сергей Пынзарь. Триста шестьдесят восемь голосов. Заместитель директора молодежного центра Анна Пушкина. Триста пятьдесят семь голосов. И зам директора ЦДО Наталья Шарина. У нее триста сорок четыре голоса. Семьсот тридцать восемь голосов.